Тренеру локомотивы по физподготовке сам Бог велел заняться чем-то спортивным, связанным с культом гармонии тела и духа. Если адаптировать фамилию Эркулану на русский лад, то получится Геракл. Правда, в отличие от героя античной мифологии с его 12 каноническими подвигами, Жозе частенько совершает по два в день. Первый между завтраком и обедом, а второй между полдником и ужином, в четком соответствии с рабочим графиком команды. Говоря о подвигах в рабочем процессе тренировочном, то, наверное, да, можно это так отдаленно назвать, потому что всегда пытаемся превзойти себя, пытаемся сделать что-то лучше, пытаемся не упустить ни малейших мелочей для того, чтобы ребята чувствовали себя наилучшей физической форме. Слагаем мы успеха для того, чтобы эти подвиги совершились, это хорошее питание, тренировки, хорошее восстановление, хорошая атмосфера внутри команды. Вот над этим мы работаем. У вас очень такой зычный голос, слышно даже в Москве, я думаю, вы случайно не поете. Петь не пою, так дурачусь иногда, когда с друзьями в компании под караоке что-нибудь там исполняем, не более того. Профессионально никогда не занимался, но говоря о возможности голоса, понял его необходимость и важность для себя, когда перестал играть и начал заниматься тренерской работой. Тогда мой голос мне пригодился и начал я учиться им управлять, то есть помогает в ведении тренировки в управлении коллективом. Большинство игровых упражнений, двусторонки и тактика – епархия главного тренера. Между тем, на долю младшего Жозе выпадает наименее популярная среди футболистов, но столь же необходимая часть работы. Та, что без мяча. Иногда подопечным Геракла и правда приходится совершать маленькие подвиги в борьбе с самими собой. Актуально. Актуально. Эй! Г supervал. Это первая экипаж. Актуально! Эктуально! Эктуально! Работа была направлена на скоростную выносливость, поскольку это является основной силовой работой именно в игре, в игровом процессе. Во время тренировок мы делаем ее немножко гипертрофированно, даем объем больше, чем случается в игре, чтобы футболисты могли себя в игре лучше чувствовать. У Глушакова следует отметить, сейчас там в очень хорошей форме. Тарасов сейчас очень хорошо прибавил, несмотря на то, что очень много пропустил в конце прошлого года из-за травм, но сейчас прогресс налицо, и я думаю, что он на этом не остановится и будет продолжать прогрессировать. Сычева тоже следует отметить, да и вообще весь костяк локомотива сейчас находится в хорошей физической форме, но мы не останавливаемся над этим, мы также продолжаем над этим работать, улучшать ее, чтобы подвести команду с игрой в Бильбао в максимально лучшем физическом состоянии, для того, чтобы не разочаровать футболистов, показывать хороший футбол.